Добрый вечер дорогие телезрители, среда 19.30, в эфире темная студия и ее гости приглашенные сегодня будут обсуждать одну из значимых тем, которые были озвучены на прошлой неделе. Не секрет, что мы очень тщательно мониторим различного рода источники в поисках той или иной злободневной темы. Так вот, на фоне того, что июля была введена, скажем, уголовная ответственность, вернее это лучше прокомментируют, конечно, юристы, уголовная ответственность за побои в отношении членов семьи, в январе информационные ленты пестрят громкими очень заголовками. Госдума декриминализировала домашние побои. Чтобы у части населения не сложилось такого мнения, что можно теперь безнаказанно совершенно совершать в отношении близких людей акты насилия, для этого мы и затеяли сегодняшний наш разговор. Мы начинаем. Добрый вечер. Декриминализация домашних побоев. Так ли это вообще ситуация, Ольга Валерьевна? Имеет ли смысл бояться о том, что сейчас правоохранители будут без конца выезжать на участившиеся, скажем, вплоть до тяжелых и так далее, случаи семейного насилия? Ну, во-первых, нужно исходить из того, что действующий уголовный кодекс Российской Федерации содержит главу 21, в котором содержится более 20 составов преступлений, направленных против личности и жизни гражданина. Независимо от того, где бы эти состояния, где бы эти преступления не происходили. 20 составов распределяются порядка где-то по квалифицирующим признакам на 50 составов. То есть однозначная позиция, не против кого в Российской Федерации не поднимать руку, не тем более наносить различного рода удары от побоев до иного характера причинения вреда, недопустимо. Это было и остается в Уголовном кодексе Российской Федерации. Вопрос возник относительно статьи, которая касается прежде всего тех событий, которые могут происходить в той или иной семье. И в зависимости от этого, соответственно, данные преступления вообще в Российской Федерации привлекались у нас и всегда привлекаются. Как правило, по 116, если сами по себе телесные повреждения не являются легкими, тяжкими, не подпадают под другие квалифицирующие признаки, всегда привлекались по 116 УК РФ. И летом этого года Верховный суд Российской Федерации внес законодательную инициативу, по которой он предложил относительно семейных скандалов, в которых присутствуют побои, предусмотреть изначально административную ответственность, а затем уголовную. И как бы не разделял, и как бы Государственная Дума не разделяла эти составы, ответственность есть. И административная, и уголовная. Вот такая моя позиция. И она будет от этой ответственности. Это не значит, что, как многие сейчас говорят, за один шлепок за это в тюрьму не посадят. Вот закон о шлепках, это второе название, скажем так, летом возникшее, когда говорили физрук, значит, на уроке физкультуры может под затыльник абсолютно безнаказанно дать моему ребенку, а я в семье, извиняюсь, какие-то акты такого педагогического воздействия оказать уже не смогу под угрозой уголовного преследования. Нет, Дмитрий, еще раз. Физрук тем более не может дать, потому что 116 статья осталась как статья, предусматривающая уголовную ответственность. Только относительно семей установлено, что вот первичное обращение, да, если оно не подпадает под признаки уголовного преступления, оно, естественно, влечет административную ответственность. А уже потом уголовную, только относительно семьи, с побои были и остались как статья Уголовного кодекса Российской Федерации. В чем же все-таки причина того, что именно насилие в семье наши законотворцы, они, ну, обособляют и в виде отдельного, скажем так, повода, что ли, более детального углубленного подхода рассматривают? Вот изучая пояснительную записку Верховного суда Российской Федерации, а именно по их инициативе летом, это, значит, непосредственно статья была, ну, по сути дела, декриминализирована частично, да, полной декриминализации не произошло. Она все-таки была декриминализирована частично, все-таки относят данные преступления как преступления в большей степени, которые осуществляются на каком-то психоэмоциональном, вот, самом состоянии людей, да, и они всегда все равно находят какое-то определенное, в общем, относятся как к легким преступлениям, как таково. Правильная эта позиция или нет, уже, естественно, дало реакцию общества. И громкое обсуждение было как в обществе летом, так и продолжается сейчас. Ну, все-таки, летом, видимо, сезон отпусков и так далее, и общество не так остро реагировало по поводу декриминализации возможной, которая уже, по идее, до июля уже совершена, да. К нашим правоохранителям вопрос. Вообще, по данной статье, по 116, да, вот, коллега моя Надежда Ефимова готовила материал, весь я, очень хороший материал, по которому была приведена небольшая статистика, так что в городе Якутске 41 дело вот с июля месяца по данной статье. Вот давайте прокомментируем вообще, трудно ли правоохранителям работать в данных ситуациях, когда, вот как Ольга Валерьевна говорит, муж приложился к жене, жена обиделась, поплакала, обиду накопила, пошла, написала заявление. В данном случае у нас эти уголовные дела частно-публичного обвинения относятся, да, до 16-го, по крайней мере, та, что у нас есть действующие редакции, и она возбуждается не иначе, как по заявлению лица потерпевшего, да, но прекращению за примирением сторон не подлежит. То есть, если мы возбудили уголовное дело, то мы уже суд его... То обратного входа нет? Да, мы в любом случае его в суд направляем. Таких дел действительно было 41. Касаемо этого года, таких дел у нас 7 возбуждено уже на сегодняшний день. В 17-м? Да, в 17-м году 7. Ну, расследуем, ведем там, в принципе, сложностей как таковых нет. Сложностей как таковых нет. А вообще ко всем тем, которые имеют отношение и к процессу дознания, и к процессу судебным тем или иным, да, можно ли было оперировать некоторым, скажем так, людям на возможность уголовного преследования, ну, как акт шантажа? Психологические моменты в семье, Дмитрий, да, они бывают в любой. Да, я думаю, что здесь, наверное, те, кто вот имеет больший опыт, да, семейный, он, наверное... И вот я знаю, что вы же постоянно работаете, да, с семьями. С чем вот приходят, интересно, женщины в данном образе? Ну, насилие в семье, это оно всегда присутствовало и присутствует, да, но сейчас вот я хочу сказать, что мужчины стали, ну, как-то более агрессивны, да, в связи с тем, что вот такое положение экономическое, это в основном они почему-то безработные у нас, много процентов, значит, вот употребляют алкоголь, да, и поэтому женщина, она как и так незащищенная, еще она насилие постоянно терпит, вот, от своего супруга. И вот получается, что если она напишет заявление по поводу, там, ну, избиения или, там, других каких-то оскорблений, да, ну, не обязательно, ну, и побои бывают, да, и получается то, что она напишет заявление, и, как вы сказали, обратного хода нет, да, и этот муж, вот этот вот, ну, может, случайно, может, постоянно, и он получит административный штраф от 5 до 30 тысяч. От 5 до 30 тысяч. Да. Давайте мы, мы все-таки к моментам штрафов и прочего, которые очень двояко можно оценить на самом деле. Телефонный звонок прямо сейчас в студии. Говорите. Говорите. Добрый день. Павлов Алексей, меня зовут. Да. Подскажите, пожалуйста, а какую ответственность должны нести родители, старшие в семье за своих детей, которые, вот, творят противоправные действия, которые происходят в семье, а не в семье? Вот ответственность родителей старшего поколения. Противоправное действие, которое совершается младшими членами семьи. Вот какова ответственность родителей все-таки? Либо он же может, в принципе, подзатыльник дать, там, или строгий разговор провести. В отношении детей вообще очень тяжело. Там же, в принципе, дела возбуждаются без подачи заявления, да? Да, есть такое. Вот, когда я публиковала свой материал и готовила его публикации, я общалась с сотрудниками из мобильной кризисной службы, которая у нас есть в городе Якутске, да, и они сообщали мне о том, что довольно очень много поступает различных заявлений в отношении вот именно родителей, которые совершают насильственные действия по отношению к своим детям, да, как к установленным, так и родным. И здесь вопрос в том, что зачастую все вот эти вот действия происходят в состоянии алкогольного опьянения тех же родителей. Но это подтверждает еще раз тот факт, что эти случаи есть, и они фиксируются. Причем в данном случае, если я не ошибаюсь, здесь не обязательно, чтобы кто-то из родителей писал заявление, например, или сам тот же ребенок достаточно самого факта. Об этом даже сосед может рассказать, например, да, то, что вот я знаю, что вот Вася Попкин, извините, меня избивает своего сына. И здесь уже я, если я не ошибаюсь, уголовное преследование есть. Вот я думаю, наш гость из правоохранительных органов более компетентно в этом плане может дать комментарий. Можно немножко высказаться в этом ключе? Дело в том, что, как здесь правильно было сказано, вот дела данной категории по 116, да, они переведены были как раз вот в июле 16-го года, когда вносились изменения в федеральный закон 323. Категория их была изменена. Ведь раньше же они относились к категории дел частного обвинения, когда они возбуждаются по заявлению, но подлежат прекращению в связи с примирением. Это было возможно. А когда вот в июле 16-го года вносили изменения, там внесли изменения не только сам уголовный кодекс саму в эту статью, соответственно, кодекс административных правонарушений, да, появилась новая статья по бою, и также в уголовно-процессуальный кодекс, согласно которому вот именно данная статья, 116-го, была переведена переведена из ряда дел частного обвинения в частно-публичное. Это означает, что она возбуждается только по заявлению либо самого потерпевшего, либо законного представителя, но прекращению в связи с примирением не подлежит. Действительно, согласно действующего законодательства, обратного хода нету получается. То есть в любом случае правоохранители должны передать дело в суд? Да. В любом случае? Да. При этом до июля 2016 года возможно было решить этот вопрос с примирением, да? Да, возможно, возможно было. Обращают сейчас внимание о том, что в принципе, почему она и выведена в отдельный состав, да, что как бы как предупредительная мера административная ответственность, а уже потом ответственность уголовная. Ведь сегодня под действием 116-й статьи в России вообще осуждено 200 тысяч человек. Естественно, относительно них наступит, ну, в том числе, так сказать, период декриминализации и, соответственно, будут сняты обвинения. Не сняты обвинения, да, как бы, а люди освобождены. Освобождается от наказания. Это закон, смягчающий наказание, имеет обратную силу. Поэтому он будет распространяться только также на тех, кто совершил данное деяние до принятия, получается, этого закона. Ну, а о социальных аспектах данного законодательства мы во второй части нашей программы рассмотрим более детально, все-таки с участием и социальных структур, и семейных специалистов. Вообще, статья, конечно, 116-я, она оперирует очень такими скользкими понятиями. Вот в ходе рекламной паузы мы разговариваем. Критерии побоев вообще все говорят, это физическая боль. Как измерить, вот говорят же, снятие побоев и так далее. Ну, редкая жена после того, как муж приложится к ней, или приложит обдверной косяк, пойдет и снимет побои. Просто чисто морально-этически. Редкая. Почему нет? Ну, потому что количество, статистика сегодня, Дмитрий, это определяет. От правила в уголовном деле акт судебно-медицинского осудительствования присутствует. Процентов 90 случаев. Это если они решили обратиться за защитой? Ну и да, естественно. Там же по заявлению. Если она доведена уже. А могут смолчать, да. Могут просто никуда не ходить и не писать. И тогда и дело не будет. Тогда и дело не будет, тогда и нет предмета. Я так думаю, что замалчиваемых таких случаев гораздо большее количество. Гораздо большее количество. Конечно, больше, чем статистика нам указывает. Потому что семейные разборки сегодня поругали, завтра помирились, называется. Ну да, вот поговорочка такая тоже, вот милые, броняться только тешатся. Если ручку приложат, значит любят, да? Вообще в этом отношении кризисная ситуация в семьях, которые вот ваши... Почему мобильный, кстати, центр? Потому что... Вы выезжаете. Мы выезжаем, реагируем на кризисные ситуации довольно-таки оперативно и мобильно, да. По сообщениям, которые приходят в нашу службу. От соседей? От соседей, от населения, от органов и учреждений профилактики и бездоназорности, правонарушений, ну, в отношении несовершеннолетних. В данном случае, допустим, по нашей статистике, да, из 100% поступивших сообщений по физическим насилиям, 34% приходится именно на семейные побои. То есть были возбуждены уголовные дела, в основном на родителей, на отцов, матерей, ну, в редких случаях, там у нас есть дяди, да, бабушки, которые, значит, наносили побои с несовершеннолетним детям. Дети — это такая категория, в которой вообще применение физического насилия недопустимо. В том числе, и вот как сейчас наш законодатель говорит, да, шлепки. Потому что ребенок, он не обладает волей настолько, чтобы защитить себя. Дети, допустим, обращаются в реабилитационные центры, ну, с пятого, шестого раза после побоев. После первого раза никто не идет. То есть накапливается вот эта системность, и она уже усовершенствуется, изощряется. Потом, естественно, у детей психика сломанная. Они чувствуют при этом чувство вины, чувство угнетения, да. Допустим, есть дети, которые потом начинают искать жертву, слабее себя, и вымещать злость на них. И вот с такими детьми наша служба работает, да, комплексно работают психологи, социальные педагоги. В случае необходимости юрист, да, я консультирую законного представителя, который правильно отреагировал на действия супруга или супруги, да, и обратился за помощью и защищает интересы своих детей. Также мы сотрудничаем с медицинскими учреждениями, и в случае необходимости они тоже оказывают помощь. Значит, тут есть еще один аспект, да, очень такой, на самом деле, вот насилие, или я в баре, там, пардон, бодливой козы с кем-то подрался, нанес кому-то побои, да, или в семье. Но побои, они в любом случае остаются побоями, да, то есть нанесение, скажем так, вреда здоровью, там, не знаю, моральному состоянию оппонента в любом случае остается. Почему здесь, я вопрошаю в таком плане, есть семьи, в которых там жена весит 90 килограммов, да, муж при этом 47. Почему женщины априори выступают пострадавшей стороной вообще в любых, скажем так, этих вещах? Потому что, Ольга, если вот эта 90-килограммовая, пардон, тетя приложит чугунной сковородкой вот этого мужичка, да, вот случится перелом основания черепа, ну, мало ли что бывает. Нет, Дмитрий, ну давайте мы уточним у сотрудников. Есть ли вообще случаи обращения мужчин на избиение их со стороны жен? Вечером он же должен сам написать заявление. Мужчина. Так это его. Он же потерпевший. Как часто бывают потерпевшие мужчины? Я, честно, не припомню таких дел, чтобы они были. В основном потерпевшая сторона женщина выступает. А если вы говорите там перелому основания черепа, тут совсем другая статья. Это вообще совершенно другая статья, конечно. Да, это не побои. И она не побои, и уже в плоскости семейно-бытовых каких-то конфликтов ее рассматривать ни в коем случае нельзя. Почему я говорю, что такое ощущение сложилось, да, что как бы вот вообще все, теперь можно все в семье, да, почему? И Кадир категорически против этого, да, потому что как было все запрещено, так оно и запрещено, да. Просто сам состав, он перешел в состав, который позволяет еще в какой-то мере, может быть, сохранить в дальнейшем отношении в семье. Если они действительно перешли в частные, в дела частно-публичного обвинения, то прекратить за примирением сторон их будет невозможно, тогда, когда они помирятся, да. А сейчас в любом случае ответственность должна наступить за любой побой, да, за любой шлепок, который по заявлению повлек физическую боль в виде административной ответственности. А система уже приведет к уголовной ответственности. И уже обратного хода не будет. Насчет административной ответственности, которая влечет за собой штрафы и так далее, да, еще раз, вот мы остановились на том, что есть понятие семейный бюджет и так далее. Почему семья должна наказываться в данном случае дважды, да, то есть при случае, если один из супругов там напишет заявление, который повлечет штраф достаточно большой, до 30 тысяч, да, мы выяснили. Страдает-то прежде всего семейный бюджет. И кроме бюджета страдают прежде всего семейные отношения, Дмитрий, раз допущен скандал, в котором непосредственно допущен шлепок, а еще и может быть на эмоциях, а может быть нет, заявление и штраф. Безусловно, как бы до женщины не должна осознавать того, что я сейчас не подам заявление, потому что пострадает мой бюджет, да, прежде всего отношения. Ну здесь еще, знаете, вот хочу я добавить о том, что когда вообще речь зашла о вот именно декринализации, вот это вот вынести из статьи вот эту вот формулировку близких лиц, тогда вот те люди, которые его вносили, этот законопроект, они же назвали закон от 3 июля антисемейным. То есть почему люди, которые, извините меня, там с улицы могут ударить моего мужа и они отделаются штрафом, а не дай бог там его брат или еще кто-то его побьет и его посадят в тюрьму. Да, ну то есть здесь такая крайняя вот реакция была. И при этом очень много было также откликов от тех же активистов родительских различных организаций, которые выступали против вот этого закона. Вот почему именно сейчас идет вот это вот ярое обсуждение о том, чтобы декриминализировать. И здесь тоже вот когда речь о хоть административном правонарушении, многие лица думают, что если сейчас уголовную ответственность как будто и вообще уберут и останется только административная ответственность. То есть какая-то степень безнаказанности. Да, они думают, что это будет безнаказанным и можно будет направо, налево всем раздавать вот тумаков, тебе за это ничего не будет. И естественно это все муссируется, информационные издания естественно это все публикуют, мои коллеги, да, ну кто как. Но здесь вот нужно внести ясность, то что наказание за свое деяние ты все равно будешь нести в любом случае. Возможно как-то изменится там после того, как эта статья будет декриминализирована, будут внесены какие-то поправки. Но это не означает, что человек после того, как он напал на своего близкого человека, ему за это ничего не будет, и он как бы будет продолжать дальше избивать, грубо говоря, ни ребенка, ни жену, ни мужа. Я считаю то, что здесь, как говорится, побои и в Африке побои. Какая разница, кого он ударил, жену или мужа, все должны нести ответственность. Вот в том-то и дело, что законодатель поэтому и разделил, да, отдельно он оставил, как ты говоришь, побои в 116 статье, а отдельно оставил, вывел по 116 прим, да, в который он определил побои в семье. Почему? И мы еще раз делаем акцент на то, что если раньше, тогда, когда женщина писала заявление, она понимала, что оно все равно может дело закончиться за примирением сторон, то сейчас за примирением сторон дело завершиться не может. И он выведен, наоборот, более усиленный состав. По сути дела, норма-то направлена на, с одной стороны, да, сохранение, по сути дела, семьи, именно в том случае, чтобы уже оно как останавливало мужчину и женщину в дальнейшем, да, от каких-то действий. И в том числе и для того, чтобы этого вообще не было, не было допущено. Ну, смотрите, вот эта поправка, да, которая хочет вначале внести административную ответственность, а потом уже будет уголовная, да. Здесь же получается, что женщина, вот как, не знаю, может быть, согласится сотрудник правоохранительных органов, женщина пишет заявление в порыве эмоций, да, а потом она уже не хочет никуда идти, никакого суда, она хочет это все закончить с примирением сторон, но по настоящему законодательству все равно дело будет доведено до суда, потому что это уголовная ответственность. А зачастую, мне кажется, женщины, если после того, как они написали заявление, они уже не хотят никуда идти. Эмоции остыли, человек хочет остаться в покое со своим мужем, да, а здесь получается, что мужу уже грозит уголовная ответственность. Тем более, если поле зрения правоохранителей попал, да, то, извините, граждане, явитесь, объясните, там. Ввели, а потом выводят. Как холодный душ административная, а уже потом выход на уголовную, потому что отец соответствует уголовную ответственность. Но она более мягкая ответственность, нежели уголовная. Думаю, с этим все согласятся. Потому что, когда в июле вносился закон, там была усилена ответственность в отношении близких лиц. Причем к близким лицам относились не только родственники, но и лица, состоящие в свойстве. То есть это родственники не по крови, да, через брачный союз. Также лица, проживающие, ведущие совместное хозяйство. Они тоже относились к категории близких лиц, и в отношении них была усилена ответственность. Почему вот это вызвало волну возмущения, люди стали говорить, значит, если близкий человек побьет, значит, нанесет побои другому, ему грозит максимально до двух лет лишения свободы. Санкция же была увеличена. А если постороннее лицо нанесет побои, ему максимально 15 штраф, либо 15 лет ареста. Это же, вернее, суток, извиняюсь, получается как раз нарушение конституционного принципа равенства всех перед законом. Поэтому его и назвали антисемейным законом. То есть то, что близкого человека, ему уже грозит уголовная ответственность. Нет, это усиленно ответственность. Наоборот, усиление это ведет к тому, чтобы сдерживать людей. Нельзя бить вообще никого, ни близких, ни посторонних. Сегодня-то нельзя сказать, что полностью декриминализирована ответственность в любом случае есть. И надо понимать, что 116-е – это впервые нанесенные побои. Если вы повторно наносите, уже уголовная ответственность. Если вы систематически наносите побои, это уже 117-е истязание, называется статья. Совершенно другая ответственность. Вот у меня есть вопрос, да, в дополнение к этому. Вот как принять то, что это систематическое? Это сколько раз человек должен его избить, на протяжении какого времени? Если он будет бить его один раз в год, это имеет какое-то отношение, как, знаете, за истечением срока давности? Один раз побил год назад – это не считается? Или здесь есть какая-то разница? Ну, система – это два и более раза в течение определенного периода времени. Какого периода? Если он, значит, нанес побои в тот период, когда, значит, погашено вот это действие закона, соответственно, это не принимается во внимание. Нет, нет. Я имею в виду, вот сейчас, если статья будет декриминализирована, и получается, здесь сейчас же речь идет о том, что в первый раз побил – административная ответственность, правильно? Второй раз случай случился – уже уголовная. Вот сколько раз он должен? В течение какого периода времени? А, а, да, вторичный. Поним вопрос. Там в законе такого нету, в течение какого периода времени ведется истязание. Достаточно установить факт того, что два и более раз были нанесены побои, это уже квалифицируется по 117-й, не по 116-й. Давайте мы прервемся на рекламную паузу, на рекламную паузу прервемся прямо сейчас и сразу после продолжим обсуждение данного вопроса. Декриминализация домашнего насилия. Вторая рекламная пауза отметилась обсуждением, более оживленным, о степени ответственности, которая повлекла за собой те или иные действия. Еще раз говорю, на самом деле, когда человек, будь то он там или в дорожной, скажем так, какой-то ситуации выскочил и водителю другого транспортного средства нанес побои, или в этом случае, или дома он, скажем так, на эмоциях, еще раз говорю, кроме крепкого слова еще и приложил крепкую руку, в любом этом случае должна градироваться, он же не думает, там, административка у меня будет или уголовка будет, да, он не думает. А градация, наверное, будет звучать так, напишет случайный человек, которого я, скажем, в ходе дорожного спора ударил заявление, или собственная жена напишет, да, вот в этом случае градировать куда легче и, скажем так, понятнее становится. Потому что от собственной жены такого, можно сказать, отчасти предательства, что ли, в виде там заявления в полицию ожидать. А что, ударить жену, это не предательство, что ли? Жена почему не должна себя защищать законным способом? Законный способ защиты, безусловно, он предусматривал себя. Кажда, не просто жена, она человек. Будь то женщина, мужчина должны себя защищать. То есть, в любом случае... Никто не должен никого бить. Будь то, еще раз говорю, в какой-то дорожной ситуации, возникшей в споре, перепалка, переросшая, скажем так, потасовочку, да, либо домашняя ссора, которая, опять же, в потасовку перешла, в любом случае человек имеет право и должен, скажем так, отстаивать свои права всеми положенными... Конечно. Да, совершенно верно. Отличие же заключается только в том, что при первом, так сказать, ударе, да, и при возникновении ситуации, если это происходит в семье, наступает действительно административная ответственность, и она должна служить уже холодным душем того, что, да, в конце концов, в семье есть какой-то кризис, есть какая-то проблема, его нужно разрешать. Раз это уже один раз произошло, государство говорит, пожалуйста, административная ответственность, да, если это именно в категории побоев и не выходит там за рамки других преступлений, а тогда, когда написано заявление на улице, это больше общественная опасность, да, и поэтому, соответственно, сразу уголовная ответственность. Там, кстати, вот надо, наверное, различать, что 116-й включает в себя не только семейные побои, там же у нас еще есть квалифицированный состав побои из хулиганских побуждений, там по мотивам национальной, политической, там религиозной и так далее, ненависти, вражды. В этом случае нанесенные побои по этим мотивам сразу, в любом случае, уголовная ответственность. Больше общественная опасность. Соответственно, там санкции тоже строже. А близких лиц-то включили к ним, когда вот вносили изменение, поэтому санкция и получилась до двух лет лишения свободы. Давайте вот эту степень свойства, вот определение, которое состоящих в свойстве, вот эту степень давайте немножко разжуем. Мы перед эфиром разжевали, но давайте озвучим. Давайте, Дмитрий, да, здесь я как бы хотела бы просить, чтобы адвокат объяснил, потому что я не совсем понимаю сейчас предмет обсуждения, только потому что она исключена из 116-й, да, исключена. В 116-ю прим она еще не попала. Поэтому вот в 116-й прим я еще пока понятия, как о ней выразить, не могу говорить. Ну, дело в том, что, ну давайте для общего развития, да, что такое лица, состоящие в свойстве. Это отношения, возникшие между людьми не из родственных связей, да, там родители, брат, сват, бабушка, дедушка, а из брачного союза. То есть, значит, ваша сестра будет мне свояченицей. Свояк-свояченицей, да. Да, свояк-свояк, из брачного союза, некровные родственники. Они тоже были отнесены к категории близких лиц по 116-й, вот в той редакции, которая была принята в июле 16-го года. Это не касается гражданского брака. То есть не только люди всегда думают, что только супруги, родители, дети. Такое узкое понимание. А на самом деле там более широкая категория субъектного состава была. То есть гражданский брак здесь не относится, если вы живете вместе с мужчиной в одном доме. Есть, есть там тоже лица, ведущие общее хозяйство. Все-таки к лицам, ведущим общее хозяйство, относятся гражданский брак. Близким лицам, да, конечно. Я, например, читала, да, я, например, читаю эту часть, вот эту статью, немножечко по-другому, да, речь идет лишь только о свояках, которые ведут общее хозяйство, да. Нет, нет, да. Там отдельно, отдельно. Ну, я думаю, что нужно смотреть. А вот я думаю, что говорят правоохранители. Как вы привлекаете, когда по 116-го... Да, конечно, там же написано, а также, то есть это не противоречит закону. Отдельная идет категория, это близкие лица, которые... То есть близкие родственники... То есть это не обязательное условие, а отдельная категория. Да, и близкие лица, они... По диспозиции. А вообще чисто человечески разбираться вот этих всех перипетиях, да, скажем так, это... Нормально? Не понял сути вопроса. По-человечески говорю, вот выезжаете вы на вызов, записали заявление, да. Кто кем, кому приходится, там, кто кого, по каким причинам и так далее, и так далее. Во всем этом копаться, говорю, это неблагодарно. Ну, это же наша работа. Субик все равно должен быть. А такой вопрос у меня есть еще. Много случаев, когда женщины, как вы говорите, зачастую, которые пишут заявление, они не хотят дальше продолжать вот это вот вести дело до суда. Таких случаев много. По закону вы же сейчас все равно добытесь дело до суда, потому что это уголовная ответственность. А когда мы с вами вот разговаривали, вы говорили о том, что тяжело. Я понимаю, я понял вопрос, я так понимаю, что к нам обращаются, да, как правило, потерпевшие, которые уже, скажем так, ну, последний крик души, да, то есть уже не могут терпеть, да, вот это все физическое насилие в свою сторону, да, и поэтому к нам обращаются. И, как правило, они, вот эти люди, в отношении которых мы там дела в суд позаканчивали, они не отказываются от своих претензий и держат свою линию до конца. Поэтому здесь никаких препятствий нам нет. То есть мы, как начали уголовное дело, завели его, так до суда его довели. То есть такого утрированного понятия, что жена остыла и начала бегать от вас, ввиду того, что обратно, примирение-то сторон. Массовости-то нет, конечно. Массовости нет. Единичные случаи есть. Ну, и случаи есть. Ну, конечно, конечно. А в рассматриваемых делах, скажем так, вот по подобного рода делам, да, какие особенности вот вы, как адвокат, могли подметить? Ну, буквально недавно у меня в моей практике, вот именно по 116-й попалось дело, вернее, я работала, защищала потерпевшую. Там как раз, когда 15 июля вот этот закон вступил в силу, да, 323 ФЗ, о том, что в отношении только близких лиц применяется уголовная ответственность, а эта женщина потерпевшая, она была как раз свояченицей. Поскольку закон только вступил, суд почему-то решил, что декриминализировано относится, может быть, применяется только в отношении близких родственников и прекратил уголовное дело за отсутствие в его действиях состава преступлений, то есть по реабилитирующим основаниям. И только президиум Верховного суда нашей республики данную, значит, ошибку суда изменил и вернул дело на новое апелляционное рассмотрение. Но пока идет новое апелляционное рассмотрение, получается, опять у нас закон меняется. Вообще-то вот эта, на самом деле, вот эта ситуация с этой статьей очень наглядно показывает неустойчивость нашей законодательной системы. И нам, правоприменителям, хотелось бы, чтобы все-таки законы принимались более взвешенно, как-то обоснованно. С учетом мнения каких-то экспертов. Часто менялись, да, ну не как мнение какого-то отдельного ряда там, правильно ли неправильно депутатов. Все-таки каждый закон в той или иной мере же влияет на судьбы людей, которые соприкоснулись с этим законом. Поэтому вот чем закончится данное дело, мне сейчас не могу сказать. То есть тогда было так, а сейчас уже по-другому, да? При этом в пределах полугода возникает ситуация, да, Дмитрий? И почему я обратила внимание, что история закона была очень сложная, да? Ведь внес ее Верховный суд Российской Федерации, потом вот эту поправку по близким родственникам внес депутат Крашенинников, да? И вот сейчас уже непосредственно, когда обсуждали в Думе, в ночь задавали вопросу депутату Крашенинникову, он сказал, да, действительно, как бы я здесь немного, так сказать, ошибся, да? Поторопился. Поторопился, да, в своих, значит, суждениях и доводах. Но поэтому, конечно, я соглашусь, что законы, они должны быть более стабильны, и уж такого изменения в пределах полгода, конечно, его не должно быть. Это естественно. Хотелось бы еще, чтобы было не только вот стабильно, да, что должно быть априори, но и чтобы закон был четко, конкретно прописан. Там вот все-таки я вернусь к тому, что указано, что при первых случаях идет административное правонарушение, при повторном идет уголовная ответственность. Хотелось бы спросить, какие сроки вот этого вот отсчета, от первого до второго, год, два, три, это как-то прописано, где-то это указывается? Ну вот мы только что обсуждали, да, это вот. Но во время рекламной паузы, да. Да, конечно. Хотелось бы это сейчас, чтобы люди знали об этом, какие сроки есть об этом. Ну вот смотрите, да, сегодня непосредственно, как только вот сейчас только что был приведен пример о том, что даже нет еще четкого понимания, близкие родственники, свояки это или не свояки. МВД пошло по пути, да, как бы своячница является субъектом, да. Верховный суд несколько раз, получается, до президиума даже дошли, да. Как займет еще позицию дальше Верховный суд России, да, тоже большой вопрос. То есть это пока вот в процессе изменений. Здесь то же самое может быть. Сейчас, да, действительно один год. Административная ответственность, да, она как бы один год существует. По сечению года она как бы, все, ответственность она автоматически снимается. То есть, грубо говоря, я сегодня могу побить, год пройдет и с момента вынесения постановления. Потому что в принципе бить нельзя, да. Нет, ну это понятно, понятно. Нет, ну вообще вот отношение к административной ответственности, да, или я проехал перед камерой непристегнутой, да, или там переступил там стоп-линию и так далее. Вот у людей нивелировано понятие ответственности административной. То есть за это можно выплатить штраф и мне ничего не будет. Дмитрий, подождите, за административную ответственность существует вплоть до того, что непосредственно ограничение о вас свободы в виде ареста. Санкции разные там, у всех статей, да, смотря на кого, на что посягаете. Нельзя в относиться к административной ответственности вот так легко. Там же нет только такого, чтобы ты заплатил этот штраф от 5 до 30 тысяч и на этом все заканчивается. Там еще дальше есть так-то. И исправительные как бы работы общественные и так далее. Нет, это у бухгалтера естественно. Или, как правило, на практике применяют штраф, потому что наказание рублем все-таки, наверное, ощутимо. Для бюджета. Для человека, для семьи. Ну, арест также часто применяется. Ну, вообще, изучая, скажем так, тему, возникло ощущение то, что государство все больше начинает хлопать себя по лбу. Ну, да, и сколько же народу у нас в тюрьмах сидит по тем или иным статьям, за которые вполне можно отделаться, вот, как мы говорим сейчас, административными мерами воздействия. Из той же справки Верховного суда Российской Федерации при внесении этого законопроекта только 5% из всех 100 получали непосредственно именно арест по этим статьям. Почему и позиция Верховного суда была о том, что, по сути дела, малозначительность преступления, да, она в дальнейшем там портит жизнь и так далее. Но здесь недосмотр получился вот такой, вот, так сказать, общественного резонанса, да, который вот до сих пор поднимается, да, и поэтому, соответственно, вот статья появилась как 116-я прим, вот с такими вот ступенями. Да, по сути дела, административную ответственность, эта норма тоже поднимает и достаточно высоко. Я же еще раз говорю, нельзя относиться к административной ответственности как к неответственности и к чему-то вот достаточно легкому. Это ответственность перед государством. То есть вообще нельзя трактовать в свете вот нашего третьего блока о том, что раз в год тещу можно бить безнаказанно, да? Да нет, конечно. Ну, как-то безнаказанно. Ну, с человеческой точки зрения нельзя. Да, вообще бить нельзя. А пока? Ну, с точки зрения, скажем так, законников, я еще, я всегда говорю, что у вас иногда язык... Нет, нет, подождите, здесь дышло не может быть по определению. Любое, любое нанесение побоев лечет ответственность. Если это первичное нанесение побоев в семье, это административная ответственность, которая достаточно с большими санкциями. При вторичном нанесении побоев наступает уголовная ответственность. Поэтому это в любом случае ответственность, которая важна. Мы во время, скажем, рекламной паузы, опять же, сошлись в том, что в благополучных, в правильных семьях все-таки очень редки случаи домашнего насилия. И во многом побои, ну, коллега со мной не согласна, во многом побои, как Денис говорит, ну, это характеризует такой низкого социального уровня ячейки общества, да, получается. Ну, как правило, да, которые, вот, вы знаете, в части даже вот несовершеннолетних этих коснуться детей, да, вот, у нас ни одного уголовного дела не возбуждено за какой-то там подзатыльник незначительный. Вот ни одного. В основном это, как правило, действительно телесные повреждения, да, они не повлекли там какого-то расстройства здоровья, да, но, тем не менее, они ощутимы и они видимы, скажем так. То есть, действительно, там, где произошло насилие, да, мы возбуждаем дело. А так, чтобы вот по формальным, там, а, задел, там, подзатыльник дал, сразу было наделать, на самом деле нет такого. Денис, ну, перегибы есть, согласитесь, вот, мать, которая табуреткой ребенка забила, да, за то, что там... Что, скажите, подождите, ну, это вообще там... Это не побои. Это далеко не побои. Другая история называется. Совершенно, я же говорю, там целых 50 разных составов. Да, вообще про домашнее насилие говорю. Я не говорю о нанесении побои. Я говорю про домашнее насилие вообще как явление. И тут я с коллегой соглашусь в том, что мужьям, наверное, больше нужно оценивать не со стороны собственничества, да, то, что жена – это не вещь, которую, там, можно об косях лопнуть, там, не дай бог, конечно, да. Это человек абсолютно такой же, который вот идет по улице, совершенно незнакомый человек, если ты его не так задел, не так абсолютно спокойно может пойти и за себя постоять. Жена, муж, брат, сестра, ребенок – неважно. Это для тебя, он в социальной точке зрения, для тебя это какой-то родственный человек. Свой. А по закону это просто человек, который защищается государством. Это неважно. Если у тебя есть жена, это не значит, что ты ей можешь подзатыльник дать, там, или, я не знаю, нос сломать. И только лишь потому, что она твоя жена. Она в первую очередь человек, и ты так же будешь привлекаться к ответственности. И во многом я согласен с теми же правоохранителями, что, как правило, женщины приходят в полицию, нет, уже доведенные до крайней степени, когда уже совсем не моготуды. Уже не могут терпеть. Когда уже не могут терпеть. Это же скольки, скажем так, мерил терпения должны быть наши женщины, чтобы много-много, в течение очень многих лет терпеть насилие, которое творится у них в семье. И вообще, как избежать, наверное, к вам переадресую, как избежать вообще случаев домашнего насилия, как грамотно себя преподать, вести и так далее? Ну, в случаях, да, если в семье, допустим, виновное лицо ведет себя агрессивно, неадекватно, конечно, стараться избегать конфликтных ситуаций, не выходить на конфликт до той степени, да, пока человек не успокоится. Потому что виновные лица, агрессоры, они провоцируют порой, да, как бы жертву, чтобы потом обвинить ее. Ты виновата сама, ты это заслужила. И жертва считает себя виноватой, потому что они очень вот как-то вот так вот психологически внушают, да. И женщина потом думает, на самом деле, наверное, я виновата сама, на самом деле, наверное, сделала что-то не так. Ребенок тоже думает, что да, это я плохой, я плохо учусь, я там где-то нашалил и так далее. Здесь вот это вот, понимаете, побои, это не только причинение физических страданий, физической боли, оно сопровождается на протяжении всех этих физических страданий, сопровождается психологическим насилием. Психологическое насилие присуще всем насилиям, как физическим, так сексуальным. То есть эмоции, они не могут отделиться, да, от вот этих именно уже таких ощутимых действий. Ну, касательно детей, они потом моделируют эту же ситуацию? Они моделируют эту ситуацию, они считают, что это норма, и вот эту вот модель они переносят потом на свою семью. И продолжают, да, то есть насилие, оно продолжается, как бы, оно... Проецируется дальше. Проецируется дальше, оно может из одного во второе поколение, в третье, в четвертое, оно усугубляется. Но человек же должен руководствоваться не только уголовным законом, есть же аморально-этические нормы. Самый главный сдерживающий фактор это аморально-этические нормы. Нельзя обижать, нельзя унижать, нельзя бить кого бы то ни было, ни близкого, ни чужого, ни родственников, тем более детей. В этом же... А уголовный закон, он просто сдерживающий же фактор на самом деле. Что если что-то человек сделает, нарушит этот запрет, соответственно, понесет ответственность. Самый главный сдерживающий фактор все-таки побои, вот эта статья, которую мы рассматриваем, это очень тесно связано с морально-этической стороной нашей жизни. Поэтому человек нравственный не должен никого бить, причинять побои, искать какие-то лазейки в законе и так далее. Что один раз могу, значит, и так далее. Это неправильно. Это с точки зрения человеческой абсолютно. Ну и с профессиональной точки зрения я бы все-таки, да, подчеркнул то, что вокруг вроде бы очень технического такого момента в законодательной сфере возник такой негативный информационный шум, который иные, скажем так, не совсем грамотные люди могут трактовать, как вот еще раз я приводил, один раз в год можно там тещу побить, да, абсолютно до этого не надо доводить. И всему обществу, наверное, нужно консолидироваться вокруг того, что, ну, даже в развитых, скажем так, странах существуют институты типа вот кризисных центров, куда забитые доведенные женщины приходят и просят помощи, да. Что уж говорить о наших, скажем так, моментах, в которых не секрет, что мы не совсем, скажем, и в законодательной сфере развиты, и не секрет, что мы до тех уровней. Ну, не будем ориентироваться вот на эти европейские там вещи и так далее, и так далее. И еще раз хотел бы сказать, спросить, наверное, почему вот эти технические моменты, они вот очень негативным образом, вот как адвокат даже говорит, да, позволяют народу, населению думать о том, что законом можно управлять, как захотели, да. То есть ввели, вывели. Ну, действительно, вот это вот она сама по себе случай, сам по себе уникальный, да, потому что касается уголовного кодекса, и когда его поменяли практически за полгода, то и, соответственно, да, здесь уже сама по себе, если брать квалификацию, то в этой ситуации квалификация должна была пойти не по 116-й, а по 116-й предусматривающей, да. Просто-напросто понятие близких родственников 116-й, поэтому я думаю, что применили 116-й. Это уже шло изменение такого характера. Изначально была введена новая статья в этом вопросе, и по ней должна была идти квалификация, да. Это уже вопрос квалификации, качества подготовки не только самого закона, что сразу не досмотрели, да, но и дальнейшей его квалификации судебными прохоронительными органами как таковыми. Оставшиеся две статьи и соответствующее лавирование между ними. Поэтому я думаю, что мы в любом случае должны качество своих законов очень четко отслеживать и сверять с общественным мнением. Не зря вот сегодня появляются такие инициативы, когда общество там собирает подписи, затем в поддержку того или иного закона, да, ориентироваться в большей степени на них, потребностям определять того, что есть на земле. И июльский, и январьский процесс, если бы они с учетом профессионального сообщества, тех же экспертов, да, практикующих адвокатов и так далее, принимались бы, то есть учитывалось бы их мнение правоохранительных органов, да, были бы вот такие вот недотрактовки, недоговорочки там и так далее, и так далее, которые... Разъяснения. Недостаточно разъяснения того, что принимается, да. Это, безусловно, разъяснение должно было пойти, и мы сегодня об этом разговаривали с депутатом Государственной Думы от Республики Галина Кентьевна и Данчиковой, о том, что вот принято разъекомендарь на акте, то, пожалуйста, разъясняйте сразу, чтобы было понятно и четко, о чем идет речь. Для того, чтобы не допустить вот этого вала, да, потому что в борьбе политтехнологий одной кампании против другого, насколько я понимаю, там коммунисты выступили против, да, допускаются вот подобного рода вещи. Неоднозначная позиция, никого нельзя бить, никому. Для этого существует государство, которое карает ответственностью и административной, и уголовной. Общественный резонанс еще он вызвал именно из-за того, что близких лиц, получается, включили в 116 статью отдельно, да, и при этом получается, что люди, которые бьют на улице и люди, которые бьют дома, их приравняли, одинаковыми сделали, поэтому было очень много... Ну да, были одинаковые, просто их уточнили. Но здесь не было такой фразы, формулировки не было близких лиц раньше. И после того, как именно ее ввели, и начался вот этот вот весь хаос, истерика во всех СМИ, публикации и так далее. И под давлением этого сейчас и идет вот вся эта поправка. Она еще как бы идет, еще ничего не принято. Нет, там же еще возмущение, по-моему, вызвало то, что вот именно внесение понятия близких лиц, почему еще прозвали этот закон закон подзатыльников-шлепков, люди многие рассматривают как скрытая форма или как шаги к ювенальной юстиции. То есть родители один раз даст подзатыльник ребенку, и за это может понести, получается, уголовную ответственность. Тогда как у нас многие, наверное, не считают зазорным в целях воспитания дать подзатыльник. Это не считается... И покрепче ремня, да, он приложил. Ну... Поэтому папочка первый и задал этот вопрос. А ювенальная юстиция же за любое, как сказать, такое действие можете понести ответственность. Поэтому, может быть, шум был вызван именно этим. Потому что родители, дети, естественно, относятся к близким лицам. Возможно. Мы слишком близко подошли к положению ювенальной юстиции, да? Слишком близко. Да. Поэтому, возможно, этого испугались. А если с правовой точки зрения смотреть, здесь-то... Ну, по сути, в конечном итоге это просто получалось смягчение, да? Всего этого, как бы, результат этого шума гамма. А если с точки зрения закона смотреть, там, на самом деле, в этой статье, если бы законодатели более дали четкое понятие вот физической боли, то, что в законе это действительно очень размывчатая, неопределенная формулировка. Нет конкретики. Это можно трактовать и как в пользу обвинения каким-то образом, так и в пользу потерпевшей стороны. Конкретики нет. Доказательная база, только показания, да, что мне было больно. Акт. Ну, либо акция, да? Нет, акция, это побои, это кровоподтеки, синяки, это побои. Потому что состав побоев же включает, надо понимать, не только побои, но и плюс причинение физической боли. Это... Побои и иные насильственные действия. И как следствие этих действий, причинившие физическую боль. То есть это следствие физической боли. Вообще, оперировать такими категориями, конечно, очень, на самом деле, сложно. Мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Еще раз мы хочу напомнить. Вообще, любое, за любое, скажем, противоправное деяние наказание неотвратимо. Будь то оно облачено в административную форму, либо в уголовную форму. И это нужно помнить всем, для того, чтобы, скажем, вот этих случаев, когда суды рассматривают такие вещи, они были бы пореже. Увидимся через неделю. Продолжение следует...